Семья Югиты Бали по материнской линии ведет свое происхождение из влиятельного рода сикхов, зародившегося в древнем и священном городе Амрицаре. Югиты Бали, тетя и первая знаменитость в роду Югиты Бали, была настоящей звездой индийского кино 50-х годов прошлого столетия. Брат Югиты был известным кинорежиссером. Отец Югиты Бали был из Пакистана. Когда он женился на матери Югиты, в Пакистане осталась его первая жена и двое детей. Семья Югиты переехала в Бомбей, где 29 декабря 1952 года и родилась Югита, а еще через два года появился на свет ее младший брат Югеш. После рождения дочери Саэт потерпел фиаско в своей кинокарьере и вернулся в Пакистан к своей первой жене и детям. К своим 19 годам Югита стала высокой красавицей, с отличной фигурой, нежной кожей, круглым лицом и огромными выразительными глазами. Не особо задумываясь, она последовала по стопам своей знаменитой тети, решив связать свою жизнь с кинематографом. И хотя карьера в биографии Югиты Бали занимала далеко не самое первое место, за последующие 18 лет она успела сняться в нескольких десятках фильмов. Свою дебютную роль в кино она сыграла в далеком 1971 году. Следующей заметной ее работой стала роль в мелодраме «Незнакомка», вышедшей на экраны в сентябре 1974 года. Вся фильмография Югита Бали насчитывает 70 картин, самыми известными из которых стали Последней же работой в кино Бали стала роль в остросюжетной картине «В погоне за сокровищами» 1989 года, рассказывающей о войне с Интерполом, контрабандистов, отправивших все свои сокровища пароходом, затонувшим по воле судьбы. Судя по биографии Югиты Бали, фильмы имели достаточно большой успех и были популярны у зрителей. Однако в тот период индийский кинематограф уже изобиловал и такими знаменитыми актрисами, как Вахида Рихман, Ракхи, Шармила Тагор, Хема Малини, Рекха и Джайя Пхадури. Югите, несмотря на достаточно обширный круг почитателей ее таланта, не было суждено выбраться из их тени. Гораздо большую известность она обрела благодаря двум своим мужьям. Первым мужем Югиты Бали стал Кишор Кумар, знаменитый и почитаемый в Индии певец, актер, композитор, режиссер, сценарист, а также самый известный закадровый исполнитель мужских партий индийского кинематографа. На его счету более 3000 песен, которые он спел за главных героев 574 кинофильмов. Югита Бали стала для Кишора Кумара третьей по счету женой. Он был вдвое старше нее и в 10 раз знаменитее. Они поженились в 1976 году и были тут же названы самой нелепой супружеской парой индийского кино. Вдобавок к катастрофической разнице в возрасте Кишора Кумара не признали ни амбициозная мать его молодой жены, ни ее дядя режиссер. Уже в августе 1978 года Югита ушла от него к актеру Митхуну Чикраборти, впоследствии ставшему настоящей легендой Индии и прославившимся на весь мир. В нашей стране этот человек не нуждается в особом представлении. Полюбившись зрителям по роли в знаменитой картине «Танцор диско» 1982 года, актер впоследствии только прибавлял себе популярности своими работами в таких шедеврах индийского кинематографа, как «Танцуй-танцуй, как три мушкетера», «Прощание», «Приговоренный», «Враг». Вся его внушительная фильмография превышает 400 киноработ. Одно только наличие его имени в титрах уже могло гарантировать картине успех. К моменту знакомства с Югитой за плечами Митхуна уже был неудачный ранний брак с манекенщицей Хеленой Люк, однако женитьба на Югите изменила всю его прежнюю жизнь. Митхун Чикраборти стал вторым и последним мужем Югиты Бали. В биографии указано, что, познакомившись в 1978 году, пара поначалу не спешила за мужеством. Однако, когда Митхун познакомился с мамой Югиты и получил ее одобрение, никаких препятствий для создания новой семьи у них уже не оставалось. Сама Югита, очень рано лишившись отца, прежде всего мечтала не об успешной карьере, а о счастливой семье. По этой причине вскоре после свадьбы она оставила кинематограф и полностью посвятила себя мужу. Однако, их брак уже вскоре дал трещину, когда Митхун закрутил страстный роман с актрисой Шридеви, продолжавшийся с 1985 года по 1988. По слухам, Митхун даже тайно женился на ней. Закончилось все тем, что Югита, узнав об измене мужа, попыталась свести счеты с жизнью. После этого Митхун остепенился и вернулся в семью. Югита и Митхун вместе более 40 лет и растят четверых детей. К несчастью, первому ребенку Бали и Чакраборти было не суждено появиться на свет. Беременность закончилась выкидышем. 30 июля 1984 года Бог подарил им сына Махакшая Мимоха, названного таким чудным именем в честь Майкла Джексона и Мухаммеда Али. Мимох, для которого его знаменитый отец всегда был объектом гордости и подражания, тоже стал актером. В кино он дебютировал в фильме «Джими», вышедшем на экраны в 2008 году. В 1986 году у семейной четы Чакраборти родился средний сын, Ушмей Римох. Он также решил связать свою жизнь с кинематографом и стал режиссером. 4 сентября 1992 года в семье родился младший сын – Намаши Чакраборти. Он мечтает стать актером, как его родители и старший брат. Дишане Чакраборти, единственную дочь у биографии Югиты Бали, Митхун забрал из детского приюта и удочерил после просмотра передачи о найденной у мусорных баков новорожденной девочке, оставленной ее матерью. Сегодня Дишане превратилась в красавицу, очень похожую на своего приемного отца. Она также мечтает стать актрисой. В кино Югита Бали так больше не вернулась, полностью посвятив себя любимому мужу и детям. Лишь только в 2013 году она решила заняться продюсированием и сняла криминальный детектив «Враг», главные роли в котором исполнили Митхун и Мимок Чакраборти. В том же году Бали также выпустила драму «Счастливчик». Сегодня Югита Бали ведет чрезвычайно простую и закрытую от посторонних глаз жизнь. Ее крайне редко можно увидеть на публичных мероприятиях или вечеринках. Счастье Югиты Бали – это ее дом, муж Митхун, сыновья и дочь.